Раньше, после окончания техникума, студент мог поступать в ВУЗ сразу на третий курс, сохраняя специализацию. Сейчас направление он может выбрать любое, но вот поступать ему придется уже на первый курс. Пожалуй, это главное изменение в правилах приема в ВУЗы. В остальном же эксперты советуют не беспокоиться. Не нужно переживать, особенно выпускникам 2014 года, ребятам, которые пойдут из школы в ВУЗ, никаких кардинальных изменений, жестких нет. Основных изменений всего три. Во-первых, абитуриенты могут подавать заявления по-прежнему в пять ВУЗов, только не на три факультета, как это было в прошлом году, а на три направления. Во-вторых, победителям и призерам Олимпиад придется подтвердить свои знания результатом ЕГЭ не менее 65 баллов. Напомню, раньше участие или победа в Олимпиаде расценивалась как 100-бальный результат единого госэкзамена. Третье изменение касается льготников. Во-первых, уменьшено количество категорий льготных. Теперь только две категории. Это дети-сироты и дети, оставшиеся в предотвращении родителей, и инвалиды. И, кроме всего прочего, они могут поступать в пределах квоты, установленной ВУЗом. И эта квота должна быть не менее 10%. То есть, если на направлении есть 50 мест, то ВУЗ обязан отдать не менее 5 мест, 10%, под эти льготные категории. Специалисты рекомендуют каждому выпускнику заходить в раздел приемной комиссии на сайте ВУЗа. Там можно узнать о всех изменениях и нюансах. Например, таких, которые касаются сроков подачи документов. Порядок приема – это очень большой документ. Там 50 с лишним страниц. Рассказать все это устно, довести эту информацию до каждого абитуриента невозможно в принципе. Поэтому абитуриенту желательно все-таки самостоятельно с этим порядком ознакомиться, с правилами приема ознакомиться. И уже если возникнут какие-то вопросы, что-то будет непонятно, обращайтесь в приемную комиссию, вам все с удовольствием разъяснят. К слову, окончательные правила приема каждый ВУЗ должен разместить на своем сайте до 31 марта.